Турецкий язык. Урок номер сорок один. Повествовательная модальность. Хикаэ бирлещик заманы. Третья часть. Это третья и заключительная часть урока про повествовательную модальность в турецком языке. В предыдущих частях мы рассмотрели времена глаголов, а в этом уроке мы рассмотрим наклонение глаголов повествовательной модальности. У нас их три. Это должествовательное наклонение на малы-мели, желательное наклонение на аэ и условно-желательное наклонение на са-се. Для образования повествовательной модальности мы добавляем к этим глаголам или к аффиксам наклонений недостаточную форму глагола имек-иди или в виде аффиксов, которые имеют у нас 12 вариантов. Это ды-ди-ду-дю, ты-ти-ту-тю. И если у нас аффикс добавляется после гласной буквы, то и-ды, и-ди, и-ду, и-ду. И мы получаем на примере глагола окумак. Было окумалы, стало окумалы-иди или окумалы-иды. Было окуя, стало окуя-иди или окуя-иды. И было окуса и стало окуса-иды или окуса-иды. Здесь немножко все проще, чем во временах. Так как наклонения не связаны с каким-то определенным отрезком времени, то в повествовательной модальности мы переносим действия в этих наклонениях в ранг несбывшихся, то есть которые могли бы быть, но не сбылись. Например, должностовательное наклонение окумалы должен прочитать или должен почитать. И у нас окумалы-иды должен был прочитать. В желательном наклонении окуя, вот бы ему почитать, и окуя-иды, вот бы он прочел, сделал бы это. Условно желательное наклонение окуса, если бы ему почитать, и окуса-иды, если бы он прочел. Рассмотрим поподробнее. Первое, на должностовательное наклонение на малый мели в повествовательной модальности. Это время обозначает действия, которые должны были быть выполнены в прошлом. Чаще всего эта форма используется в предложениях для выражения действия, которое не выполнено. Должно было быть выполнено, но не выполнено. Или наоборот, не должно было быть выполнено, но оно выполнено. Добавляем мы аффиксы по стандартной схеме. Корню глагола добавляем сначала аффикс должностовательного наклонения малый или мели, и потом аффикс повествовательной модальности иди. И просклоняем на примере глагола сатмак по лицам и числам и получаем Сатмалыидым. Я должен был продать. Сатмалыидын. Сатмалыиды. Сатмалыидык. Сатмалыидыныс. Сатмалыидылар. В отрицательной форме мы добавляем отрицательный аффикс или отрицательную частицу маме и получаем Сатмалыидым. Я не должен был продавать. Сатмалыидын. Сатмалыиды. Сатмалыидык. Сатмалыидыныс. Сатмалыидылар. И еще у нас есть вопросительная форма. САТМАЛЫМАЙДЫМ САТМАЛЫМАЙДЫН САТМАЛЫМАЙДЫ Или отрицательная вопросительная форма. САТМАМАЛЫМАЙДЫК САТМАМАЛЫМАЙДЫНЫС САТМАМАЛЫМАЙДЫЛАР Теперь сразу посмотрим на примерах в предложениях. СЕНИ ДОУРУ АННА МАЛАРЫЙЧИН ДУЙ ГУЛАРЫНЫ АННА ШЛЫРШЕ КИЛЬДЕ ИФАДЕ ЭТМЕЛИЙДИН СЯНИ ДОУРУ АННА МАЛАРЫЙЧИН Для того, чтобы они правильно понимали тебя. ИФАДЕ ЭТМЕЛИЙДИН Ты должен был выражать ДУЙ ГУЛАРЫНЫ свои чувства АННА ШЛЫРШЕ КИЛЬДЕ В понятной форме. Это ситуация, когда люди тебя в чем-то неправильно поняли. Ты на них как бы обижаешься за это, и я тебе говорю, но для того, чтобы они тебя правильно понимали, ты должен был выражать свои чувства в понятной форме. То есть этим предложением я хочу сказать, что результат того, что ты не выражал себя правильно или не выражал себя в понятной форме, из-за этого люди стали тебя понимать неправильно. СЯНИ ДОУРУ АННА МАЛАРЫЙЧИН ДУЙ ГУЛАРЫНЫ АННА ШЛЫРШЕ КИЛЬДЕ ИФАДЕ ЭТМЕЛИЙДИН Или еще пример. ОЮНА БАШЛА МАДАН ОНДЖЕ ЕМЕЙНИЗИ ЕМЕЛИЙДИНИС ОЮНА БАШЛА МАДАН ОНДЖЕ Перед тем, как начать играть, ЕМЕЙНИЗИ ЕМЕЛИЙДИНИС Вы должны были поесть. Начали действия, не сделав другое действие, которое они обязаны были сделать. По результату они не поели. ОЮНА БАШЛА МАДАН ОНДЖЕ ЕМЕЙНИЗИ ЕМЕЛИЙДИНИС Должны были поесть. Или еще пример. БАШЛА ДЫМИЗ ИЩИ ЯРЮЛ ДА БРАК МАМАЛАЙДИК Мы не должны были бросать на полпути БАШЛА ДЫМИЗ ИЩИ Начатое нами дело. То есть получается, что по результату мы бросили какое-то дело на полпути и говорим, что мы не должны были делать это. БАШЛА ДЫМИЗ ИЩИ ЯРЮЛ ДА БРАК МАМАЛАЙДИК Еще пример. БЕНДЕН ОЗЮРДИЛЯДИ СИЗДЕ ОНУ АФЕТ МЕЛИМИЙДИМ БЕНДЕН ОЗЮРДИЛЯДИ Он попросил у меня прощения. СИЗДЕ, на ваш взгляд, ОНУ АФЕТ МЕЛИМИЙДИМ ДОЖНА ЛИ Я БЫЛА ЕГО ПРОСТИТЬ Здесь у нас вопросительная форма, поэтому неизвестен результат. Простила она или не простила. Здесь спрашивает, нужно ли было прощать или не нужно было. БЕНДЕН ОЗЮРДИЛЯДИ СИЗДЕ ОНУ АФЕТ МЕЛИМИЙДИМ С этим наклонением должно быть все понятно, в принципе, как и с другими наклонениями. Переходим к желательному наклонению на АФ повествовательной модальности. Это время используется для передачи неосуществленного желания в прошлом. В основном, эта форма используется для выражения сожаления от действий, которые могли быть выполнены или не выполнены в прошлом. Расклоняем по лицам и числам на примере глагола ЯТМАК ЛОЖИТСЯ ЯТАЙДЫМ ЛУЧШЕ БЫ Я ЛЕГ или ЛУЧШЕ БЫ Я ПОСПАЛ ЯТМАК ГЛАГОЛ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И КАК СПАТЬ То есть, ложиться в кровать. ЯТАЙДЫН ЯТАЙДЫ ЯТАЙДЫК ЯТАЙДЫНЫС ЯТАЙДЫЛАР И в отрицательной форме добавляем отрицательную частицу или аффикс МАМЕ и получаем ЯТМАЯЙДЫМ ЯТМАЯЙДЫН ЯТМАЯЙДЫ ЯТМАЯЙДЫК ЯТМАЯЙДЫНЫС ЯТМАЯЙДЫЛАР Для этой формы есть вопросительная форма но она практически совсем не используется То есть, используется очень-очень редко Поэтому, в принципе, я считаю что ее даже не нужно запоминать и в нее углубляться Нам хватает этих двух форм положительная и отрицательная а лишним мы ничем голову забивать не будем Рассматриваем на примерах предложений ДЮН ГЮЗЕЛЬ МАЧЯП МЫШСЕНИС БЕНДЕСЯ ЗИНЛЕ ГЕЛЕЙДИ ДЮН ГЮЗЕЛЬ МАЧЯП МЫШСЕНИС Вчера вы провели отличную игру ДЮН ГЮЗЕЛЬ МАЧЯП МЫШСЕНИС В турецком языке матч-яп-мак вообще-то проводить матч чаще всего используется для таких игр как футбол, баскетбол, волейбол так как волейбол и баскетбол турки играют очень редко то практически матч-яп-мак это все будут понимать как игра в футбол И турки вместо того чтобы говорить что мы играли в футбол мы вчера поиграли в футбол они не говорят так они больше чаще используют именно слово матч-яп-мак для того чтобы выразить игру в футбол ДЮН ГЮЗЕЛЬ МАЧЯП МЫШСЕНИС Вчера вы провели отличную игру БЕНДЕ СИЗИНЛЕ ГЕЛЕЙДИМ вот бы я тоже пошел с вами так как мы использовали здесь услышанное прошедшее время матч-яп-мышсенис это обозначает что я узнал что мои друзья играли в футбол у них была классная игра и я предложением БЕНДЕ СИЗИНЛЕ ГЕЛЕЙДИМ показываю разочарование от того что у меня есть такое несбывшееся желание которого я бы тоже бы хотел бы с вами поиграть но это все у нас уже прошло поэтому это желание не может осуществиться ДЮН ГЮЗЕЛЬ МАЧЯП МЫШСЕНИС БЕНДЕ СИЗИНЛЕ ГЕЛЕЙДИМ или еще один пример Ах, кешке, она рюала рены аннат маяйден Эх, лучше бы ты ей не рассказывала свои сны значит моя подруга кому-то рассказала свои сны и скажем тот человек использовал эту информацию для чего-то не очень хорошего и у меня есть разочарование от того что ты сделала это то есть ты рассказала свои сны и я говорю Ах, кешке, она рюала рены аннат маяйден Эх, лучше бы ты ей не рассказывала свои сны вообще в желательном наклонении и в условно-желательном наклонении в повествовательной модальности мы часто можем использовать при переводе слово лучше на русском языке несмотря на то что в турецком языке как бы нет слова лучше но мы выражаем разочарование и со словом лучше получается потому что то действие которое было сделано оно было не очень хорошим оно вызвало наше разочарование и мы как бы желаем так как это желательное наклонение у нас в прошлом что лучше бы ты этого не делала для того чтобы легче понимать эту форму можно использовать слово лучше еще один пример было бы у вас день рождения мы подарили бы вам розы это такое немножко странное предложение но как бы когда вы хотели бы людям сделать что-то хорошее у вас нету на это причины и мы говорим было бы у вас день рождения мы подарили бы вам розы и последний пример лучше бы был я слепым здесь можно было бы и просто сказать был бы я слепым но в турецком языке еще вот так используется были бы мои глаза слепыми и не читал бы я ваш комментарий здесь мы выражаем разочарование разочарование от того что мы прочитали этот комментарий и разочарование от того что мы не слепые и увидели этот комментарий здесь тоже несмотря на то что нет слова лучше при переводе на русский язык с этим словом удобнее переводить доносить смысл того что хочется сказать в этой форме в турецком языке и последнее наклонение у нас условно желательное наклонение са и се оно очень похоже с желательным наклонением но здесь у нас добавляется условие это время используется для передачи возможного или нереального условия которое могло быть выполнено в прошлом и изменить результат в будущем расклоняем по лицам и числам на примере глагола капотмак закрывать кто подсайдэм если бы я закрыл вообще при переводе этой формы knee легче всего добавляет слово если тогда будет очень правильное понимание того что мы передаем на турецком капотсайдэн если бы ты закрыл капотсайды Капотсайдык капотсайдыныс капотсайдылар В отрицательной форме «капат масайдын», «капат масайдын», «капат масайды», «капат масайдык», «капат масайдыныс», «капат масайдылар». И есть вопросительная форма, в условно-желательном наклонении она зачастую используется, поэтому есть смысл ее тоже просмотреть. «капат самайдын», «капат самайдын», «капат самайды» или в отрицательной вопросительной форме «капат масайдык», «капат масамайдыныс», «капат масалармаиды». Смотрим на примерах. Если бы мой дед в свое время открыл бы турецкий ресторан в Рио, мы были бы сейчас богатыми. Здесь тоже у нас существительное «зенгин» – «богатые» и стоит повествовательная модальность «зенгиндик». Получаем, мы были бы богатыми. Этим действием мы тоже выражаем несбывшиеся наши желания, но которые могли бы произойти при определенных условиях. Если бы наш дед открыл турецкий ресторан в Рио в свое время, мы были бы богатыми. «Дедем заманинда Рио да бир тюрк локантасыны очсайды, шоанчок зенгиндик». Или еще один пример. «Буну сен истеме сейдинде, бен гене я пачакты». «Буну сен истеме сейдинде», «даже если бы ты этого не просила, бен гене я пачакты». «Я бы все равно это сделал». Получается, что я сделал какое-то действие. Я передаю, что «даже если бы ты не просила, я бы все равно его сделал». «Буну сен истеме сейдинде, бен гене я пачакты». И еще один пример. «Может, лучше было бы не говорить об ошибках этого человека». Это предложение передает нам то, что мы, значит, говорили об ошибках этого человека. И в связи с этим произошли какие-то результаты, какая-то реакция не очень хорошая. И вот мы говорим с сожалением, тоже с разочарованием. «Может, лучше нам было бы этого не делать, и тогда как бы все изменилось». На этом урок окончен, он получился немножко коротким, потому что, как мне кажется, по наклонениям все намного проще и понятней, чем с временами. Если что-то было непонятно, пожалуйста, пишите в комментариях под видео. Ну а для тех, кто досмотрел до этого места до конца, я хочу прочитать один стих, в котором используется много глаголов в желательном наклонении в повесовательной модальности. Мне он понравился, надеюсь, вам тоже понравится. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за внимание. До следующего встречи! Субтитры создавал DimaTorzok